Приветствую вас. Всё дело в том, что постановка вопроса изначально неверная. Измену нужно не переживать, а из этого чувства, которое у вас появилось, которое у вас сейчас есть, нужно делать выводы. Понимаете, вообще говоря, совершенно точно, на мой взгляд, что измена вряд ли может быть, собственно, с чем-то приятным. Понимаете? Совершенно очевидно, что измена это не что-то такое, что объективно может быть приятным. Это не может и не должно быть. Вот. То есть не может, не может и не должно быть измена чем-то приятным. То есть испытывать грусть, испытывать какой-то негатив от неё, нормально. Другое дело заключается в том, насколько у вас чувства соразмерны с того, что произошло. И вот, если мы говорим о том, что соразмерно, саму или иному, что вот это уже гораздо интересная получается история. Потому что чрезмерная боль от измены свидетельствует о том, что вы чересчур много, чересчур сильно на человека концентрировались. И, значит, если вы чересчур концентрировались на человеке, да, вот, то вот, соответственно, нужно исследовать то, почему вы на нём чересчур циклились. Из-за чего вы на нём чересчур циклились, да, не на себе, а на нём. Знаете? Какая, какая история? Это первое. Второе. Что для вас означает, значит, измена, вот, конкретная, конкретная для вас? Измена, значит, как вы восприняли её для себя? Ну, это тоже очень важная история, это тоже очень важный момент. Почему вы восприняли измены на свой счёт, например, обязательно? Понимаете, да? То есть это вот такой момент. И здесь не переживать нужно, а именно раскрывать чувства, раскрывать это самое чувство. Вот. Смотреть его. И... Исследовать. А... Его. Смотрите, какая штука. Дальше идём. Значит, очень больно от чего, да? Дальше, как представить себя винить? С одной стороны, это чёткая работа с ответственностью, то есть, ограничение своей ответственности от ответственности другого. С другой стороны, это понимание того, что вы не должны, то, что вы считаете были должны. Кажется, вот скажу я что-то по-другому сделала, могла бы спасти отношения. Нет, спасти отношения не смогли, и если человек вам изменил, это не зависит от того, что вы сказали, что это не сделано. Самое другое, это то, что всё смешалось, я разом понимаю его, что он выбрал не меня, что он не хотел от меня детей, отправил на работу. А, вообще, какое отношение для вас дети и дети имеют? Почему дети для вас так важны? Я пережила ужас. Отчего? Теперь не могу видеть детей в колясках. Почему? Боже, свои ошибки. Какие? По какой причине вы считаете, что ошибок быть не должно было? Какие выводы вы сделали из ошибок? Я думаю, может не сделал бы обод, он бы остался. Нет, он бы не остался. Вы сами подумайте, вы хотите что, чтобы мужчина был с вами только из детей? Что это за отношения? Более свою слабость для оправдания, но я не потяну второго. Так это правда. Почему вы считаете это слабостью? В чем слабость? Но была бы частичка его, для чего она вам? Но я тогда испугался его злости непостоянного. А вот это момент, почему вы выбрали такого мужчину, злого и непостоянного? Не висоводистого вы сами не уверены в себе, сами непостоянно. Постоянно. Это звучит раз, и вы измены и аборт. Тут надо налоги установить. Мне противно, что есть к нему чувства. Это не чувства у вас, скорее всего. Это ваши собственные желания, это ваши собственные потребности. Будьте ваши чувства, вы бы не испытывали боли к нему. Ну, то есть не к нему, а вы просто не испытывали боли. А если в голове лишена ей боль, я как умерла. Ну, вы не умерли, просто больше всего живые люди. Я как будто отдала самое ценное, что было во мне, тому кто-то не оценил. А что именно самое ценное вы отдали? Ребёнка? Это не самое ценное. Кроме того, ребёнок не родился, не могло считаться личностью. Вот. То есть самое ценное вы отдали, это потому что вы жертвовали. Вы жертвовали, вы скорее всего являли созависимыми, и до сих пор являетесь созависимыми. Вот. Прочитайте про треугольник Кармана, и прочитайте про созависимость. Вот. И, значит, после этого уже можно будет с вами работать. Универсального рецепта здесь нет, вы по какой-то причине пришли, значит, ну, с такой, ну, с такой позиции. Вы по какой-то причине пришли к такому своему состоянию. Вот. И причины этого состояния, значит, нужно, нужно, нужно выяснять. Вот. Вот. Причины такого состояния кроются в вас. Например, в значении для вас, в значении ребёнка, детей в принципе. То есть, вы излишне концентрируетесь на детях, и слишком много значения придаёте детям. Понимаете? Почему? Почему? Потому что есть определённая проблема с реализацией. Да? То есть, с самореализацией. Вот. Вот от этого и нужно сталкиваться, насколько вы уверены в себе, насколько вы реализованы, насколько вы раскрываете свои возможности, почему вы так сильно завистили от детей, от другого человека. По какой причине вы взяли сейчас и объяснили этот факт, что он был, этот мужчина был непостоянным и... Вот. Знаете? Какая история. Вот. Вот. Вот это и нужно исследовать, на самом деле. Вот. 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 Вот так, я думаю. Вот. Вот. Мужчина изначально вас не любил. Мужчина не отправлял вас на аборт. Вы сами на аборт пошли. Вот это был ваш выбор. Не мужчина, мужчина здесь не при чём. Абсолютно. Так. И вы себя вините из-за невозможности правильно оценить свою ответственность, грани своей ответственности, своей ответственности другого человека. Вот в этом, собственно, и грозят все моменты. Эти моменты нужно с вами прорабатывать. Конечно, пройдёт определённое время, и, конечно, вам станет легче, и, конечно, вы восстановитесь, и с мужчинами будете общаться. Но вот этот страх, как вы говорите, то, что я отдала самое ценное, это никто не оценил. Вот этот момент, мы будут с вами. Потому что ценное вы отдаёте кому-то, жертве, при этом с собой. А это работает, это работает немножко, немножко не так, да, это работает немного по-другому. Это работает так, что вы что-то делаете для человека, он этого вправе не оценит. Он не может, может быть, не может этого оценить. Для него, например, ребёнок и аборт одно, а для вас ребёнок и аборт другое. И ориентироваться на себя, а не на другого. Вот, у меня такое ощущение, что вы и ребёнка хотели для другого, и аборт делали, делали для другого. Ну, то есть, для этого человека. Вот. И хотите, чтобы здесь частичка его была с вами, потому что одиночков, по-видимому, вы боитесь. То есть, лучевой аспект сама по себе одна, я ничего не представляю. Вот, нужно этот момент, эту установку корректировать, потому что только представляя из себя что-то, сами по себе, пусть и находясь в социальной среде, вы можете строить адекватные здоровые отношения, в которых места к такому не будет. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я понимаю, что измена – это травма. А травмой она является только потому, что вы считаете, что в измене ещё раз виноваты вы. То есть, измена – это, вот, как бы, вы воспринимаете измену на свой счёт. Правда глядя в том, что нет. Человек не причиняет, не хочет причинить вам боль, он решает свои проблемы. И можно ли считать изменой, что он, там, я так понимаю, перестал с кем-то? Это ещё большой вопрос. То есть, если вы, к примеру, не были мужем и женой, то вряд ли это можно считать изменой. То есть, если вы просто встречались. Вот, если вы просто встречались, то о каком ребёнке тоже идёт речь, и так далее. Ну, и так далее. Вот вы пишите, что у вас второй ребёнок, а первый, значит, ребёнок от кого? От другого мужчины. То есть, с ним тоже не получилось выстроить отношения. Значит, мы имеем дело уже с системой, мы имеем дело с поведением, мы имеем дело со сценарным поведением. То есть, в определённый момент времени вы поступаете определённым образом. Вот это и нужно исследовать, и корректировать выходить из сценария своего. Понятно? Вот так. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...